Мы находимся на месте происшествия. Жильцы дома по улице Лынькова возмутились с работой коммунальщиков и заблокировали машину службы. Пятничное утро жильцы этих домов встретили под рев бензопилы. Коммунальщики пилили деревья. Тем не менее, все были только рады. Сыро в квартире, темно, невозможно. Детям на голову все падает. Детей на улицу гулять не выпустишь, потому что боишься, если ветром сломало дерево, а потом, оно же потом упадет. Вот, все, домоуправление вызвало милицию. Мы стоим здесь, не пускаем машину выехать, чтобы они у нас пилили. В ЖЭУ целая папка документов от жителей этого города. Люди жалуются, что ветки растут слишком низко и лезут в глаза даже детям. Вышел на улицу и ослеп. Надежды на светлое будущее не появились даже после работы коммунальщиков. В толпе то и дело кричат халтура. Женщины перегородили дорогу вышки. Мужчины в кабине вызвали милицию. Жалобы спили деревья. Было везде обращение. Сказали, да, спили. Вчера приехала машина. Три часа поработали и уехали. Сегодня дали 15 минут. Мешали ходить и детям играться. Поэтому мы просили их привести в порядок. Вот эту часть привели в порядок. Дальше они не хотят. Обстановка накалилась до предела. Участковый оказался между Сциллой и Харибдой. Оперативник выслушал обе стороны конфликта. Через пару минут люди открыли дорогу спецтехники. Пускай едет. Но завтра пусть приходят и работают. Суббота и воскресенье. А сотрудники ЖЭУ пообещали вернуться и спилить больные деревья. Данные работы на сегодняшний день проводятся работниками БУК ДПО ЖЭФ Пермайского района. Эти работы планируется окончить до 30 марта 2020 года. Мария Бушкиев, Дмитрий Шевцов, Бобруск, 360.